Всем привет, меня зовут Макс, вы на канале Фрагрантиус и сегодня у нас очередной выпуск нюхачества с блоттеров. Для тех, кто впервые на моем канале не в курсе, что это такое, это серия экспресс-обзоров ароматов. Конечно, я тестирую их не только с блоттеров, а как правило с кожи, потому что это более достоверный и адекватный способ оценки тех или иных парфюмов. Меня часто критикуют, что я делаю обзоры только исключительно на дорогие парфюмы, на нишевые парфюмы и просят сделать обзоры на что-нибудь более доступное в ценовом плане. И в современном люксе редко удается что-то такое найти, что по-настоящему бы зацепило или как-то хотя бы оставило неравнодушным. И вот один из недавних моих походов, буквально вчера у меня была возможность потестить несколько парфюмов, сразу появились кандидаты на то, чтобы включить их в обзор. Первый парфюм это относительная новинка, аромат прошлого года от Сальвадора Феррагама, который так и называется Феррагама, люксовый мужской парфюм. Вообще вот к Сальвадору Феррагама у меня было такое всегда отношение несколько скептическое и если не сказать хуже, бренд уже не молодой, но каких-то парфюмов, которые бы зацепили и которые я мог бы назвать приличными, ну по крайней мере на мой вкус, у них не было. И вот за последний год-два вот в линейке бренда стали появляться такие достаточно интересные парфюмы и ситуация коренным образом поменялась. Это касается как и качества парфюмов, так и дизайна флаконов. Такое ощущение, что пришел кто-то талантливый и смелый и вдохнул новую жизнь в этот бренд. И вот этот вот парфюм, который называется Феррагама, от Сальвадора Феррагама, на мой вкус он вполне претендует на звание такого универсального современного мужского фужера образца 2021 года, который в принципе соответствует всем современным запросам. То есть это в меру свежий, в меру деревяшистый, чуть-чуть сладковатый, в меру зеленый. То есть интересный такой аромат, очень качественно сделан. Чувствуется, что над парфюмом поработал профессиональный парфюмер. И когда я уже пришел домой, стал смотреть, кто же является автором этого парфюма, оказалось, что да, действительно парфюмером является Антуан Мезаньео. Это парфюмер Живодан, крупнейшего парфюмерного холдинга. То есть мастер с таким внушительным портфолио. Пирамида у этого аромата достаточно стандартная. Верхние ноты это бергамот, шалфей, лимон. Средние ноты лист фиалки, кожа и кедр. И базовые ноты дубовый мох, мускус и ветивер. В нем доминируют зеленые ноты. В частности, явно слышна фиалка. Достаточно много мускуса. И этот парфюм во многом повторяет. Мне кажется, в данном случае парфюмер вдохновлялся работами другого выдающегося парфюмера. Я имею ввиду Фрэнсиса Куркджана. В частности, его парфюм для дома Бёрбери, который называется Бёрбери Индиго Мэн. В свою очередь, это такое продолжение классических парфюмов Куркджана на современный лад. Таких как Ле Маль для Жан-Поль Готье. И особенно Нарцисо Родригес Фо Хим. Тот самый Серый Родригес мускусный. Почерк Куркджановский через эти парфюмы прослеживается. Так вот, этот Феррагама очень похож на Куркджановский Бёрбери Индиго Мэн. В нем также преобладают вот эти вот зеленые ноты. Фиалка, мускус. Но в отличие от Бёрбери Индиго Мэн, в этом парфюме еще достаточно много древесных нот. И таких чуть-чуть сладковатых нот. Но при этом он не приторный и не сладкий. Что по нынешним временам я считаю огромный плюс. Потому что, как я уже неоднократно говорил в своих обзорах, современная мужская парфюмерия, она грешит сладкими приторными ароматами. Я имею в виду, например, прежде всего ароматы вот такого плана, как Armani Stronger Relief. Или последний релиз вот Boss Bottled Eau de Parfum. Прям сладость такая приторная. В этом парфюме сладости нету. Он звучит очень красиво, освежающе. Не сказать, что он прям зеленый, но зеленые ноты хорошо ощущаются. И в базе чувствуется ветивер, довольно много мускуса и красивые цитрусовые. Парфюм очень стойкий. Вот я его нанес и держался он на мне, наверное, часов 6-7. При том, что я несколько раз успел помыть за это время руки. Очень политкорректный, то есть он не утомляет. Я бы его порекомендовал смело в качестве повседневного аромата. Мне кажется, что он хорошо подойдет тем мужчинам, которые не любят заморачиваться по части парфюма и которые привыкли, чтобы у них был в арсенале один, максимум два флакона какого-нибудь парфюма. Вот этот парфюм, он в принципе, мне кажется, идеально подойдет для такой категории людей на все случаи жизни. И на работу, и в ресторан, и на отдых, и в спортзал. Вполне себе такой красивый, современный, политкорректный, стойкий и качественный люкс. Следующий в нашем обзоре парфюм от бренда Abercrombie & Fitch, который называется Authentic Night. Я давно собирался сделать обзор на основной аромат этой серии Authentic, но все никак руки не доходили. Вообще, Abercrombie & Fitch это такой бюджетный бренд, который вместе с тем делает достаточно приличные, такие сугубо мужские парфюмы. Этот парфюм меня очень сильно удивил. Сначала предлагаю познакомиться с пирамидой. Верхние ноты это яблоко, ревень и лотос. Средние ноты ваниль, лаванда и мускатный шалфей. Базовые ноты бобы тонко, кожа и дубовый мох. У этого парфюма достаточно такой красивый и разнообразный старт. Можно услышать хорошо и ноты яблока, подобно как в Boss Bottles серии такая немножко сладость, но не гламурная, не мягкая, не попсовая. Вполне себе такая приятная мужская сладость. Кислинка ревневая тоже слышится. Средние ноты лаванда, да. Есть в этом парфюме некоторая лавандовость, которая придает консервативности, олдскульности в хорошем смысле слова. Ваниль чуть-чуть, да, ощущается. И база это бобы тонко, кожа и дубовый мох. Ну вот по поводу вот этой базы, бобы тонко, кожа и дубовый мох, она кочует с 70-х годов прошлого века в парфюмерии. Но в каждом новом поколении парфюмов бобы тонко, кожа и дубовый мох, они звучат абсолютно по-разному. Если мы, допустим, сравним с каким-нибудь Пакарабан, Пуром или Курос, бобы тонко, кожа и дубовый мох и сравним, допустим, вот с современным парфюмом 20-го года, то это абсолютно разные ингредиенты, разные впечатления, разные ощущения от парфюма. Я, конечно, в полной мере осознаю, что это не более чем слова. И на самом деле парфюм, наверное, на 90-99% состоит просто из каких-то современных интересных молекул органической химии. Но суть не в этом, суть в том, что как это все вкупе звучит. Звучит это очень интересно. Вы спросите, ну и что же в этом такого особенного? И чем он отличается от сотен, если не тысяч аналогичных люксовых парфюмов? Так вот, где-то со средины уже в этом парфюме начинает проглядывать красивый армянский профиль Франсиса Курджана. А если быть более точным, это конкретные ноты Бакары Курджановской, Бакара Руш 540. Парфюм этот, который за последние годы, наверное, стал самым культовым, самым нашумевшим и самым таким неоднозначным. Споры вокруг которого до сих пор не утихают среди любителей парфюмерии и впечатление о нем от любви бесконечной и бездонной до ярой ненависти. Так вот, в этом парфюме, чем дальше от старта и ближе к базе, начинает вот эта Бакара прям вылазить. И заканчивается это все тем, что буквально через 2 часа, когда вот он полностью... Парфюм, кстати, не особо стойкий, но было бы удивительно, если бы за такие деньги там что-то было такое мега-стойкое и мега-шлейфовое. Ну, буквально через пару часов он практически совсем утихает и в базе это очень сильно, прям очень сильно напоминает Бакару 540. Без этих вот многими нелюбимых йодистых больничных нот, как их называют еще бинты, йод, вот Бакара без вот этих вот бинтов и без йода. Любителям совместить несовместимое, а также тем, кто давно хотел приобрести Бакару, но нет лишних 20 тысяч рублей. Этот парфюм можно порекомендовать смело. И стоит это все удовольствие, там я не помню, ну в районе там 2 с чем-то тысячи. Отлично соответствует своему названию, как Authentic Night. Парфюм для выхода в свет. Вполне такой интересный очень вариант. Ну, на этом все, дорогие друзья. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok